Для оплаты штрафов ГИБДД появился новый сервис, сообщает наш Красноярский край. Теперь владельцы автомобилей могут оперативно узнавать об имеющихся у них и уже оплаченных штрафах ГИБДД на краевом портале госуслуг. Получить эту информацию может любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись. Чтобы найти нужные сведения, необходимо зайти на главную страницу портала, открыть вкладку «Онлайн-сервисы», выбрать виджет «Штрафы ГИБДД» и период, за который вы хотите уточнить данные. При необходимости можно поставить отметку и выбрать только неоплаченные штрафы. Информация отобразится в онлайн-режиме. Сведения можно уточнить как по серии номеру удостоверения на управление транспортным средством, так и по серии номеру свидетельства о регистрации транспортного средства. Оплатить штрафы ГИБДД можно онлайн на портале госуслуг с 50% скидкой в течение 20 дней с момента выписки штрафа в госавтоинспектор. Яркая дорога. Министерство транспорта России посоветовало региональным властям изменить цвет линий, разделяющих встречные полосы движения. Сейчас он белый, в ведомстве уверены, что желтый будет куда заметнее. Сегодня выезд на встречу по одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в ряде регионов. Испытания показали, что число аварий снизилось на 30%. Отмечу, пока это просто рекомендация – окончательное решение за региональными властями. С начала года в Норильске 168 водителей привлечено к административной ответственности за оставление места ДТП. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции просят горожан не пренебрегать нормами действующего законодательства. Так, участник дорожно-транспортного происшествия должен остановить свой транспорт, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавший, необходимо вызвать скорую. И, конечно, сообщить о случившемся в дежурную часть полиции. В ГИБДД напоминают водителю, скидавшемуся с места ДТП грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15-ти суток. Норильск третий раз присоединился к международной акции «Щедрый вторник». Число участников с каждым годом растет. Что особенно приятно, большинство из них – дети. К «Щедрому вторнику» подключаются целыми школами. На доброй ярмарке в 28-й школе побывала Александра Молодцова. В рекреации на втором этаже не протолкнуться. Школьники, их родители и педагоги выстроились вокруг столов, которые буквально ломятся от различных вкусностей. Пирожные, кексы, пряники, печенье и конфеты. Здесь исполняются мечты любого сладкоежки. Покупателей завлекают и яркими образами, и звонкими речевками. Супер-кексы, пряники и папа, нужная выпучка только у нас! Особое настроение задает и то, что ярмарка благотворительная. Для чего нужен «Щедрый вторник» понимает каждый. «Чтобы помочь детям, у которых очень серьезные травмы». «Тебе приятно, что ты можешь помочь?» «Да». «Об этой акции я узнала самой первой, так как я являюсь председателем родительского комитета. Учитель нас поставил в известность. Естественно, мы объединили весь наш комитет, всех наших родителей, сделали прекрасные выпечки, стол и угощаем теперь детей». Торговля идет бойко, каких-то 20 минут и 25 прилавков пусты. «Уже все, все раскупили практически, осталось только по маленькой цене все продать и все». Благотворительные акции в 28-й школе уже традиция. Каждый год учащиеся помогают ветеранам организовать сбор денежных средств для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Дети с детства должны пельчаться к тому, чтобы уметь делать добро. Далить людям радость, особенно тем, кто в этом очень сильно нуждается». Третий год Норильск присоединяется к акции «Щедрый втурник». И на этот раз добрые дела северяне творят уже не поодиночке, а целыми коллективами. «Я даже закрепляю сказать, сколько участвует школа. Потому что изначально их было восемь, а потом пошла добрая волна, и она пошла по нарастающей. И сегодня мне уже звонили еще плюс три школы, которые приняли участие в акции. Кто для взрослых людей памперсы, кто-то решил помочь одиноким мамочкам, а кто-то сделал своими руками поделки». «Щедрый втурник», уверена Наталья Солодовник, дал старт марафону «Добрых дел». Помощь нужна всегда. Сейчас в программе «Наши дети» фонда «Территория» добра четыре благополучателя. Четыре ребенка, которые мечтают жить полной и, самое главное, здоровой жизнью. Всех, кто готов помочь, ждут на «Севастопольской четыре» в офисе фонда. Александра Молодцова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Почти два килограмма синтетики пришли в Норильск по почте. За отправлением в операционный зал явился 23-летний норильчанин. Здесь его уже ждали сотрудники полиции. Отрава была упакована в банки из-под краски для волос. Экспертиза подтвердила, это синтетический наркотик весом 1976,6 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ молодому человеку. Грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненный срок. Активисты Общероссийского народного фронта раскритиковали подготовку региона к мусорной реформе. Общественники провели видеосовещание с представителями управляющих компаний, муниципальных образований и министерств. С 1 января в России заработает новая система обращения с коммунальными отходами. Она предполагает новые тарифы за сбор и вывоз мусора. Красноярский край уже поделили на 19 технологических зон. В каждой будет работать свой региональный оператор. Оплачивать услуги будут владельцы квартир, хозяева частных домов, юрлица и индивидуальные предприниматели. Мусорная строка перекочует из жилищных в коммунальные услуги. Министр Владимир Часовитин отметил, плата будет зависеть не от квадратуры, а от количества прописанных. Эксперты ОНФ заявили, такая система оплаты повлечет за собой резкий рост размера платы за вывоз мусора. Поэтому данный вопрос требует тщательной проработки. Для начала, говорят активисты, необходимо установить льготные тарифы для некоторых категорий граждан. Массу вопросов вызывает и сама система заключения договоров. В городах этим займутся управляющие компании ТСЖ. Сложнее с региональными операторами, работающими в сельской местности. Им придется заключать договор с каждым домовладельцем. Свои выводы и предложения общественники направили в Минприроды России, а также всем главам регионов. О мусорной теме задумались и таймурские школьники. Правда, не как вывозить отходы, а как их использовать. В Дудинке прошло необычное дефиле. Все наряды участников были выполнены из торсырья. Шляпки из пластиковых стаканчиков, рюкзаки из бутылок. Таким образом, ребята присоединились к экологическому марафону «Сохраним природу чистой». О модном показе Елена Степаненко. На сцене вечерние, летние свадебные наряды и даже маскарадные костюмы. Юные модели демонстрируют полет идей и фантазии. Даже не верится, что все эти шедевры созданы из бросового материала. Бумаги, пластика, полиэтиленовых пакетов и надувных шаров. Надела я костюм прикольный и сразу стала супермодной. Поиски оригинальных трендов, подходящих материалов, конструирования выкроек. Все это, по словам школьников, заняло немало времени. Каждый участник стремился не только достойно представить свой образ, но и передать главную мысль показа – как сохранить природу. У меня очень красивый костюм. Я сделала его с той целью, чтобы донести ребятам, что можно использовать мусор в качестве красивых нарядов. Ребят помогли создать костюм, да. Ну и что использовали? Использовались газеты, пакеты, ну и много скрипок. К эко-марафону присоединились не только девушки, но и парни. Последние постарались найти достойное применение материалам, которые в обычной жизни без зазрения совести отправили бы в мусор. Вот этот корпус сделан из коробки. Сзади у меня есть иранцы, они сделаны из бутылок. Вот этот шлем из большой бутылки. По ходу дефиле можно было узнать много творческих секретов. К примеру, как превратить полиэтиленовые пакеты в легкие струящиеся платья. А из одноразовых стаканов собрать кокетливую шляпку и цветочные букеты. Все костюмы были очень красивые. Я сама сделать костюм свой не смогла, но сделала вот такую вот маленькую шляпочку. На показе было представлено два десятка моделей. Ни одна не была похожа на другую. Членам жюри пришлось нелегко. Подвести итоги на самом деле очень сложно. Настолько разнообразные, интересные, оригинальные были наши модели, что нам предстоит работа тяжелая. По итогам конкурса победительницами стали Александра Шуть, Ксения Троханова и Эмили Мартин. Елена Степаненко, Раиса Ептюне, Александр Рябинкин. Вести. Норильск. И о спорте. Норильске подвели итоги открытого чемпионата города по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Норильской дудинки. За четыре дня пловцы разыграли 36 комплектов наград, в том числе и в эстафете. Тему продолжит Вера Шелепова. Перед каждым заплывом церемония награждения победителей предыдущих этапов. Золото эстафеты у команды Норильской дю США. Для Дарьи Сильченко эта победа не первая. За 11 лет девушка приняла участие в десятках соревнований. В бассейн она пришла пятилетней девочкой. Свои первые тренировки помнит до сих пор. Я была, по-моему, в маленьком бассейне еще. Мне очень нравилось. А потом я, получается, раньше всех уже пошла вот сюда. Ну, на большую воду. Я не боялась ничего. Мне нормально было. Дарья выбрала брас. Именно этим стилем, говорит спортсменка, получается плыть быстрее. В первый день чемпионата в заплывах на 50, 100 и 200 метров никто не смог ее обогнать. Девушка получила сразу три золота. Результатами очень довольна не только она, но и ее тренер, папа. А на этих соревнованиях еще и главный судья Сергей Сильченко. Легко ли совмещать роль отца и наставника он никогда не задумывался. Просто делал свою работу. Если работать, то работаем все вместе. Нет такого, что дочь, отец, любимчик, нелюбимчик. Поэтому, если кто-то так воспринимает, то это они очень сильно заблуждаются. Работают юные спортсмены на износ. Тренировки шесть дней в неделю. Утром с шести до восьми и еще два часа вечером. Это очень тяжело, признается Дарья. Но другой судьбы для себя уже не представляет. Я слышала много, кто говорил, что вот, все, надоело. Мне откроет никогда не было. Чтобы мечты единственной дочери осуществились, родители подумывают отправить ее в Волгоград. Там находится сильнейшая спортивная школа по плаванию. Юная спортсменка строит далеко идущие планы. Ну, хотелось бы очень. На чемпионат съездить. На Европу. Олимпиады? Олимпиады тоже, но... Это будет сложно, но надо попробовать. Главное для спортсменки не медали и грамоты. Дарья уверена, состязаться нужно только с самим собой. Победа в городских соревнованиях открыл для нее дверь на чемпионат Сибирского федерального округа. Вера Шелепова, Елена Степаненко и Дмитрий Химич. Вести. Норильск. 28 ноября в Норильске ожидается малооблачное преимущество на без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 35-37 градусов ниже нулевой отметки. Днем столбик термометра покажет минус 29-31 градус.